очень рада что получилось быть пунктуальной и начать прямой эфир вовремя так итак сегодня я опять постараюсь на две площадки провести эфир запустила в телеграме запустила здесь в инстаграме тех приглашаю сегодня у нас очень интересная тема грудного вскармливания можно будет позадавать какие-то вопросы если вы хотите задать вопрос обязательно пишите возраст ребенка для того чтобы я понимала насколько я могу дать те или иные рекомендации относительно возраста вашего малыша и так чтобы я хотела сегодня рассказать о грудном вскармливании эфир сохранил записи для того чтобы его все могли пересмотреть всю эту неделю я опубликую информацию касательно грудного вскармливания и сегодня хочу чуть более подробно остановиться на позах чуть более подробно остановиться на всех этих процессах сцеживания чуть более подробно рассказать про возможные сложности какие могут быть и как с этим что что с этим вообще можно делать сегодня поговорим в таком ключе но если будут вопросы я конечно буду рада вашим вопросам ответить на них итак про позы начнем с того что почему с этим вообще возникают такие вопросы проблемы с прикладыванием с тем как правильно держать малыша я бы хотела немножко издалека начать потому что так или иначе мы его около и около этой темы будем все равно крутиться дело все в том что у современной женщины там в диапазоне 25-30 лет которая планирует беременность до там 35 это первый ребенок и это не просто первый ребенок а это в принципе первый младенец которого она будет наблюдать продолжительное время что это значит это значит что мы все большинство из нас не из многодетных семей и у нас нет насмотренности нет опыта наблюдения за кормящими женщинами буквально совсем недавно я была на мероприятии в москве вы наверняка видели кто следит за историями за публикациями и там через меня прошло через консультации порядка 70-75 женщин и наверное вот из всех человек пять у кого есть какой-либо опыт общения с младенцами для всех остальных женщин этот опыт будет первый вообще взаимоотношения с ребенком с маленьким и поэтому нет опыта наблюдения нет опыта посмотреть как вообще женщина берет ребенка как она его прикладывает сколько она его кормит в лучшем случае бывает такое что у кого-то есть какая-то близкая подруга или сестра которая недавно родила и у них как-то есть возможность подсмотреть но это эпизоды они продолжительное время поэтому из-за того что это насмотренности нет грудного вскармливания женщине часто не хватает информации о том как это в реальности должно быть организован поэтому когда дай бог если вы готовитесь к появлению малыша да или там малыш родился вы судорожно начинаете искать информацию о том как прикладывать вы смотрите картинки и вроде делаете как на картинке но по факту вам могу сказать что картинок в интернете адекватно где именно не просто нарисовано схематично а именно объяснено почему как это регулировать их очень мало и к сожалению есть картинки в интернете где по факту изображено неправильное прикладывание ребенка а хотя преподносится но как правильное поэтому я сегодня хочу на этом тоже сакцентировать внимание помощник мой или помощница кому как больше нравится сегодня на примере вот этой малышки малышка кстати от 50 сантиметров такой пупсик да это именно размерного рожденного ребенка именно на примере этого малыша мы сегодня разберем основные моменты в выкладывание которые желательно соблюдать для того чтобы ваше грудное вскармливание было более успешным здесь меня хорошо видно итак значит основные позы которые мы используем это конечно поза колыбельки что такое поза колыбельки это когда голова ребенка зафиксирована в локтевом сгибе ваша рука держит ребенка за спину создавая здесь прямую линию между его затылком и попы ребенок плотно прижать к вам здесь прямая линия это значит что то он не отворачивает не отворачивает плечи чтобы не создавалось вот такого потому что к глотать и нормально сосать грудь когда у тебя голова повернута вот так очень сложно поэтому вот здесь вы соблюдаете прямую линию между затылком и попой малыша и фиксируйте вот этой рукой дальше еще основной момент в прикладывании нос вашего ребенка сопоставляете со своим соском тогда ребенку для того чтобы захватить грудь нужно будет чуть-чуть приподнять голову широко открыть рот и тогда будет правильный захват то есть снизу ребенок захватывает грудь больше чем сверху и это считается правильным захватом тогда он максимально эффективно будет высасывать молоко чтобы не было никаких проблем о которых мы тоже сегодня будем разговаривать если у вас правильное прикладывание то соответственно у вас ребенок не вот здесь да и он пытается как-то там так открыть рот что невозможно сделать широко ребенок ваш смещен вот сюда и тогда он будет вот так вот чуть-чуть приподнимать голову широко тогда будет диапазон для открытия рта и он сможет широко открыть рот и взять грудь значит два основных правила здесь прямая линия между затылком и попой малыша и ваш сосок на уровне носа ребенка это будет вашим таким ориентиром что вы изначально подготовительные действия сделали правильно второе никогда не даем грудь ребенку который орет орет в плане что он прям захлеб рыдает вот как бывает знаете детки прям вот это вот захлеб все у них истерика нужно сначала успокоить ребенка да там подержать его столбиком походить поговорить погладить и когда он чуть-чуть успокоился тогда даем грудь почему не стоит давать грудь когда ребенок кричит потому что в этот момент он заглатывает очень много воздуха то есть вот это вот захлеб он рыдает наглотался воздуха взял грудь запил этот воздух молоком потом у него появляется дискомфорт отрыжка срыгивание и вот эта чехарда и мама не понимает что происходит я вроде бы его приложила он опять продолжает орать в общем для того чтобы ребенок просто не заглатывал лишний воздух нужно дождаться пока ребеночек успокоиться и только после этого прикладывать его груди и вот здесь очень такой важный момент что мы не грудь даем ребенку а ребенка прикладываем груди это значит что когда вы пытаетесь запихнуть в рот ребенку вашу грудь вы изначально делаете неправильно и когда я приезжаю к мамам мама там вот так вот бедная сидит над этим ребенком там что-то пытается сделать это нереально просто мама отваливается спина болят плечи болит поясница болят руки потому что она вот этого ребенка держит на весу там непонятно как у нее все перекошено конечно прокормить ребенка так 40 50 или час это просто невозможно то есть для того чтобы вообще организовать грудное вскармливание нужно чтобы у вас было для этого удобное пространство и вы должны чувствовать себя комфортно то есть вы в этой позе должны понимать что вы можете провести 40 минут можете 50 можете уснуть в этой позе то есть эта поза должна быть комфортная то есть это должно быть какое-то привет какое-то кресло какой-то стул где вы знаете вот так вот облокотились взяли ребенка тут у вас телефон чай не знаю все что хотите да книжка и вы сидите кормите лежите кормите то есть это должно быть удобно поэтому ключевое что не вы подстраиваетесь под ребенка а ребенок подстраивается под вас если у вас будет все наоборот грудное вскармливание вам конечно будет не в радость и поэтому когда я приезжаю к мамам на первую консультацию у нее там все болит она ей тяжело там и так далее когда она спрашивает сколько надо кормить когда я говорю что до двух лет у нее вот такие глаза потому что она представляет себе этот ад два года и конечно же все желание вообще жить пропадает поэтому нужно изначально подходить к этому вопросу как это глобально понимая что ребенок пришел в вашу жизнь а не вы всю свою жизнь пытаетесь сейчас под этого ребенка подогнать как-то что делать итак что и так нам прикладываем ребенком мы сначала уселись положили ребенку удобно да и потом дождались когда он откроет рот и приложили ребенка хрути мы сами там пытаемся запихнуть ему а мы как сидели так и сидим дождались пока он откроет рот и приложили как будто бы набрасываем да Да, ребёнка, приложили ребёнка к груди. При этом, да, действительно, грудь можно поддерживать. Особенно, если грудь большая, да. Особенно, если это первые прикладывания. Малыш ещё совсем маленький, неокрепший. Да, вы можете помогать. Но это должно быть для вас удобно, в удобной позе. При этом нужно понимать, что вот эта рука, она очень быстро устанет, если здесь нет опоры. Поэтому лучше всего иметь какие-то подушки, которые вы можете сюда подложить для того, чтобы снять это напряжение. С руки. Потому что держать малыша 4 килограмма – это одна история. А когда он будет 6-7 килограмм – это совершенно другая история. Значит, это поза колыбельки. Поза обратной колыбельки отличается только хватом. Как раз её можно использовать, когда вы хотите взять малыша. Или у вас устала одна рука, вы хотите её встряхнуть. Или вам нужно до чего-то дотянуться. Взять стакан, попить воды. Вы там перехватили руку. Попили водички. Поставили стаканчик. Поменяли обратно. Поза обратной колыбельки чем хороша? В этой позе вы точно так же фиксируете таз и голову ребёнка. Голову ребёнка вы фиксируете вот здесь вот пальцами. И вы можете более чётко направлять голову ребёнка, да? Вот такими вот фиксирующими движениями. То есть, по сути, вы ребёнка можете и перекладывать при помощи вот этой руки, да? И обратно. Прикладывать к себе и помогать, придерживая его голову, особенно если мы говорим о нагорождённых детях, да? Чтобы он был в максимально правильной позиции. Дальше. Значит, колыбелька. Обратная колыбелька. Все правила те же самые. Поза из подмышки. Что такое поза из подмышки? Зачем она нужна? Поза из подмышки применяется, особенно когда нам нужно... Если вдруг у нас какие-то застои в подмышечных долях груди. Чуть подробнее дальше про это расскажу. Тогда мы применяем вот такую позу. В данном случае ноги ребёнка будут сзади. Желательно сзади подложить какую-то подушку. Здесь под локоть тоже что-то подложить. Положить туда ребёнка. И в такой позе вы прикладываете ребёнка к груди. При этом правило, что нос сосок, оно сохраняется для вот этого движения ребёнка. Чтобы ребёнок немножко запрокидывал голову. И у него была возможность широко открыть рот. Итак, поза из подмышки. И поза, которую часто мы используем. Чаще всего, наверное, это лёжа. Лёжа очень удобно кормить. Спать и вообще так далее. Особенно если у вас организованный совместный сон с ребёнком. Конечно, позу лёжа нужно освоить прямо в роддоме. В первые часы жизни ребёнка. То есть, когда вам прикладывают ребёнка. Прикладываете его лёжа. Опять же, с учётом того, что сейчас достаточно много различного рода хирургических вмешательств бывает в роддомах. Я бы вам рекомендовала начинать в принципе с позы лёжа. И потом уже осваивать колыбель. Потому что бывает такое, что сидеть нельзя сразу после родов. Можно только лежать. Поэтому осваиваете кормление лёжа. При этом, когда вы кормите лёжа. Вот эта история с прямой линией продолжает сохраняться. И ребёнок лежит так же параллельно вам. Он к вам прижат. Его таз никуда не отворачивается. Прямая линия как была в затылок попа, так и сохранилась. Позиция сосок-нос как была, так и сохранилась. Здесь ничего не меняется. Независимо от того, какую бы позу вы не выбрали. Зная только эти два ключевых момента, вы можете значительно упростить себе жизнь. Не забывайте, что всегда вы можете, если вдруг ребёнок захватил грудь, вы чувствуете дискомфорт, вам больно, неприятно. Чувствуете, что он взял неправильно. Вообще испытываете болевые ощущения, нужно забирать грудь и прикладывать ребёнка заново. Как забирать грудь правильно для того, чтобы её не травмировать? Вы вставляете мизинчик в уголок рта ребёнка. Вот сюда в уголок рта. И вот таким вот движением снимаете вакуум через уголок рта. И тогда без травматизма забираете грудь. И прикладываете ребёнка заново. Именно таким образом. Поэтому я вам очень рекомендую для того, чтобы вы не испытывали такого, ой, ладно, как взял, так взял, лишь бы ест. Не стоит этого делать, потому что вы можете получить как бы дискомфорт дискомфортом, но вы можете получить травмы. Травмы, которые будут в дальнейшем усугублять и вообще ухудшать и ваше самочувствие, и ваше желание, в принципе, кормить. Поэтому чувствуйте, что приложение неправильно, проще забрать грудь и дать заново. В принципе, для ребёнка это, кстати, абсолютно нормальная практика, особенно для новорождённого. Он учится именно таким образом. То есть вы раз забрали, далее, раз забрали, далее. Ничего в этом страшного нет. Когда ребёнок начинает капризничать у груди, он хнычит, он плачет, он теребит грудь, но при этом не отпускает. Я бы вам в таком случае тоже рекомендовала забрать грудь, поставить ребёнка столбиком, посмотреть, возможно, там есть какие-то отрыжки. Прямо вот так вот закидываете ребёнка на плечо. Он просто свешивается головой, да. Происходит давление на грудную клетку. Если нужно будет срыгивание отрыжка, выйдет воздух, всё, что он там наглотался лишнего. И после этого вы повторно можете приложить ребёнку к груди. Это такие основные базовые моменты, которые, при соблюдении которых, при учёте которых, вы значительно можете упростить себе жизнь, просто зная хотя бы вот это. Дальше. Почему я именно за чистое грудное вскармливание без применения всяких сосок, бутылок и так далее? В принципе, соску можно использовать, особенно если у вас там искусственники или если у вас уже устоявшаяся лактация. Устоявшаяся, это значит вы уже три месяца кормите, у вас всё хорошо, всё налажено, налажено прикладывание, ребёнок хорошо берёт грудь, хорошо ест, хорошо спит и всё такое. Вот тогда возникает вопрос, зачем тогда в принципе соска нужна, да, если у вас и так всё хорошо. Но если вы введёте в соску в самом начале, вы рискуете тем, что ребёнок будет путать, потому что, ещё раз повторю, он учится, он учится брать грудь. Соску брать значительно легче, сосательные движения совершенно другие, поэтому ребёнок будет путаться и будет неправильно брать грудь, от этого будут травмы, низкое количество молока, потому что то время, которое он должен был провести на груди, он провёл с соской во рту. И действительно есть мамы, которые умудряются совмещать и соску, и грудное вскармливание. Да, это возможно. Но зачем? Потому что это всё никак не облегчает жизнь, маскирует лишь проблему, ребёнок просто сосёт соску вместо того, чтобы сосать вашу грудь. Ему нужна мама, а не мама-заменитель. Поэтому здесь я хочу акцентировать ваше внимание на то, что я не против соски, я за грудное вскармливание, а не против соски. Здесь это совершенно разные позиции. Поэтому если вы всё-таки хотите кормить малыша, если первый ребёнок, это первая лактация, это первый опыт, я бы вам рекомендовала как минимум сначала наладить прикладывание, первые 2-3 месяца провести вообще без всяких сосок и бутылок, и потом уж если вы поймёте, что у вас эта потребность сохранилась, что вы всё-таки хотите давать ребёнку соску, можете её давать, отдавая себе отчёт в том, что у вас может снизиться количество необходимого молока для ребёнка. Повторюсь, потому что спрос рождает предложение, так работает лактация. Если ребёнок не сосёт грудь, значит ваш организм не получает сигнала к тому, что нужно вырабатывать молоко, и в какой-то момент вы столкнётесь с тем, что ребёнку вам будет казаться, а может быть и не казаться, что ребёнку недостаточно молока, его действительно может стать недостаточно, потому что ребёнок меньше проводит времени у груди, чем должен. Ещё есть такой момент, как скачки роста у ребёнка, но по сути они проявляются больше такой, знаете, повышенной потребностью в количестве молока. Это нормально, ребёнок растёт, ему нужно больше еды. И вот в такой момент ребёнок повисает на маме, это может продолжаться 2-5 дней, и у мамы складывается впечатление, что всё, ну это просто невозможно, он висит, он вообще не отпускает, он круглосуточно, и это нормально, он формирует спрос. То есть он, увеличивая количество проведённого времени у вашей груди, тем самым повышает, даёт вашему организму сигнал, что нужно повысить количество вырабатываемого молока. Поэтому нужно к этим потребностям относиться с пониманием, да, знать, что, ну значит, раз ребёнок просит, значит, ему это нужно. Значит, сейчас такой момент, когда мне нужно давать больше молока, чем это было до этого. Следующее. Про застой, проблемы и сцеживание хочу поговорить. Если вы сцеживаете молоко, вы должны понимать, что это тоже для вашего организма сигнал, что нужно больше молока. Если вы постоянно сцеживаетесь, у вас будет больше и больше молока. Если вы пытаетесь создать какой-то банк молока, нужно отдавать себе отчёт, что вы будете ходить вот с такой переполненной грудью, да, что это будет создавать дискомфорт и так далее. Нужно обязательно понимать, что так будет, да. И в тот момент, когда вы прекратите сцеживаться, когда эта потребность уйдёт, нужно эти сцеживания, да, сокращать постепенно. А не так, что высцеживались, там, 3-4 месяца постоянно, а потом раз и прекратили. Сокращать нужно будет так же постепенно для того, чтобы не было застоев, лактостазов и вообще проблем с грудью, вплоть до маститов, потому что это всё очень серьёзные заболевания, которые требуют уже врачебного вмешательства. Что делать, если вообще, в принципе, появился какой-то дискомфорт, застой, уплотнение, краснота, в этом месте может грудь воспалиться, болезненность ощущений, она становится горячая в местах застоя. Если, как только вот вы это почувствовали, во-первых, нужно сразу воспользоваться самым лучшим средством, это ребёнком. Именно ребёнок помогает справиться с застоями. Прикладываете его таким образом, чтобы подбородок его смотрел в то место, где у вас застой. То есть, если у вас застой где-то вот здесь, вот значит, вы прикладываете в позе колыбельки. Если у вас застой в нижних долях или подмышкой, вы прикладываете его в позе из подмышки. Вот вам для чего нужны все эти позы. Если у вас застой вот прям вот совсем здесь, вы можете приложить ребёнка и вот так вот, да. Понимаете? Разными-разными-разными вариантами крутите ребёнка так, чтобы его подбородок смотрел туда, где образовался застой. Таким образом, ребёнок сам его рассосёт спокойно, то есть оттуда будет отток молока лучше. Бывает такое, что женщина замечает у себя определённые проблемные зоны, именно в каких-то частях доля груди, где идёт хуже отток молока. Как вариант, вы можете во время того, как малыша вы прикладываете в обычной позе, допустим, но у вас где-то здесь есть застой, образовался в верхних долях. Можете в этот момент, когда малыш ест, здесь делать массаж груди. Делаете вы его по направлению от соска к основанию груди. Таким образом, праминая все молочные протоки и улучшая отток молока. Я бы вам не рекомендовала самостоятельно вообще делать какие-либо компрессы, мазать какими-либо мазями. Всё это делается только по назначению врача. И не абы какого врача. Идите к своему акушеру-гинекологу, записывайтесь к мамологу. Но вообще акушер-гинеколог, который, допустим, вёл вашу беременность, вообще хоть к любому запишитесь, а они осматривают грудь в период лактации, обязательно должны осматривать и давать рекомендации, особенно если у вас есть проблемы. Если на фоне того, что у вас застой, у вас покраснело, начинает быть горячим это место застой, у вас может появиться температура, ухудшится самочувствие, это верный признак того, что нужно в срочном порядке обращаться к врачу. И не к консультанту по грудному вскармливанию, а сразу к врачу. Консультант по грудному вскармливанию вы можете обратиться с застоем, когда просто застой. Но если у вас уже температура, вы уже пропустили этот момент, когда вам мог помочь консультант. Вам уже срочно нужен врач, потому что, возможно, уже пошёл воспалительный процесс. Не затягивайте с этим, это очень серьёзно. Здесь хочу на этом акцентировать внимание, что, по идее, если вы обращаетесь к консультанту, и он у вас должен собрать анамнез, какое у вас состояние, как долго у вас длится застой, что у вас с температурой, что у вас со стулом, что у вас с местом, где локализован застой, как оно выглядит и так далее. Если консультант всего этого у вас не спрашивает, а говорит, да, конечно, я приеду с вас, пять тысяч рублей, это плохой консультант, к такому лучше не обращаться, лучше обратиться сразу к врачу тогда. Поэтому обязательно ещё смотрите уровень специалиста, к которому вы обращаетесь. Самой, что можно делать за стоями? Помимо прикладывания ребёнка, можно делать массаж. Вы можете делать массаж, разминать это место, и между прикладываниями тоже. Прохладный компресс тоже может снять болевые ощущения, но не ледяной. То есть не надо прикладывать лёд. Вы можете приложить что-то прохладное. Мы не греем это место. Мы можем его разминать и прикладывать в прохладный компресс. То есть намочили полотенчиком в прохладную водичку и приложили. Таким образом. Дальше. Что ещё я хотела рассказать про возникновение различных проблем? Очень часто бывает такое, что в процессе налаживания, прикладывания, когда вы прилаживаетесь к новорождённому малышу, малыш плохо берёт грудь, из-за неправильного захвата груди образуются трещины. Что делать с трещинами? Если вас настигла эта неприязнь, я бы вам сразу рекомендовала, у нас в списке вещей в родильный дом есть мазь с ланолином. Чистый ланолин берите, он есть марки Пурелан, сейчас есть и другие разные крема, где чистый ланолин содержится. Берите его прям с собой, он и такой заживляющий, спасает от трещин, способствует их заживлению. И старайтесь давать возможность груди находиться на воздухе. То есть прям снимайте всё с себя, чтобы грудь дышала. Вы остались одна дома или вы находитесь одна в палате, прям всё с себя сняли, лифчики, все прокладки. Прокладки, кстати, в этот момент для груди, которые вы используете, лучше вообще убрать, потому что препятствие воздуха к груди как раз ухудшает самочувствие трещин в этот момент. То есть доступ кислорода как можно больше, как можно чаще и мазать ланолином. Смотрите, чтобы в составе такого крема, который вы возьмёте, а трещин был, только ланолин и ничего больше. Если там ещё есть какие-то другие примеси, то этот крем придётся смывать. Например, бипантен. Он не подойдёт, потому что придётся каждый раз смывать. А каждый раз чрезмерное мытьё груди, оно наоборот улечёт к ещё большей травматизации. То есть трещины будут усугубляться. Поэтому старайтесь здесь принимать обычный стандартный гигиенический душ один-два раза в день, как вы это делали обычно. Мазать после каждого кормления грудь ланолином. Именно соски, где есть трещины, и как можно больше времени находиться на воздухе. В качестве профилактики трещин можно использовать, то есть если этот процесс у вас сильно усугубился вплоть до кровавых трещин, подтёков и так далее, можно использовать накладки на какой-то период времени или чередовать кормление с накладками и без накладок. Накладки есть разных марок. Это силиконовые такие прозрачные штучки. Они накладываются на сосок. Здесь очень важно просто правильно подобрать по размеру. Вы можете на сайте производителя найти информацию о том, как подобрать правильно размер. Для того, чтобы можно было какое-то время дать груди подожить, кормить с накладками, потом их постепенно убирать. Это реально, это возможно. Я сама через это проходила. Это может понадобиться тем, у кого есть какие-то нестандартные формы деформации, втянутые соски, плоские совсем соски и так далее. Это могут быть разные варианты груди. Так или иначе, если есть чрезмерные проблемы с трещинами, лучше воспользоваться накладками. Я здесь хочу подчеркнуть, что есть даже у ВОЗ есть некая градация того, в какой момент нас, когда можно ввести смесь, когда можно сдастся, понимаете. Вот есть такая система, да, то есть ВОЗ, как у ВОЗ, да, грудное молоко мамы, сцеженное молоко мамы, замороженное молоко мамы, донорское молоко, любой другой женщина, которая проходит обработку, есть банки донорского грудного молока, и уже только потом идет смесь. Понимаете? То есть смесь это последнее, что вообще стоит давать ребенку, вот прям самое последнее, если прям совсем что-то случилось, или совсем у вас с грудным скармливанием не заладилось. то есть это самый последний вариант, это последний рубеж, поэтому до того, как вы дадите смесь, можете перепробовать массу всего. Значит, порядок действует такой, если трудности, сначала звоним консультанту по грудному вскармливанию, описываем проблему, приглашаем его к себе, если есть такая возможность пригласить очно, я всегда рекомендую очном вашем городе искать себе консультанта заранее. Второе, можно воспользоваться накладками и накладки убирать постепенно, понимаете, пользоваться вариантами сцеживания, да, то есть сцеживать молоко через молокоотсос и докармливать ребенка с помощью шприца в уголок рта, с помощью ложки, с помощью всего, чего угодно, кроме бутылки, для того, чтобы не деформировать прикладывание. Очень много стадий до того, как давать смесь. Очень много можно перепробовать всего, прежде чем вы дадите ребенку соску, бутылку, смесь и так далее. Здорово, если вы, конечно, подготовились к этому процессу заранее, заранее, сходили на полноценные курсы подготовки, не просто к родам, а и к тому, что будет после, узнали все о грудном вскармливании, о уходе за новорожденным, о том, как его кормить, как часто и так вы следили за информацией, которая публикуется, я уже говорила о том, что ребенка перекормить невозможно, если он у вас находится чисто на грудном вскармливании. Очень много на эту тему написано, рассказано, есть прекрасная книжка у Карлоса Гонсалеса, посвященная грудному вскармливанию, прочитайте ее, я обязательно здесь, наверное, под видео, когда буду выкладывать вам оставлю ссылочку на Литрес, зайдите, купите, почитайте эту книжку, в свое время, именно благодаря этой книжке много-много лет назад, я вообще углубилась в эту тему и поняла, насколько это важно. Я уж не говорю про все те современные открытия, которые связаны с иммунитетом ребенка, вообще с вкладом грудного вскармливания в психологическое состояние и в психологическое здоровье детей, поэтому это отдельная история, про которую можно, наверное, говорить часами, вот, поэтому сегодня я хотела именно акцентировать внимание на таких очень прикладных, очень базовых вещах, которые могут быть вам полезны уже сегодня, завтра, если вдруг вы столкнулись с какими-то вопросами, проблемами и так далее. очень вас попрошу, если вы смотрите этот эфир, если вам было полезно, интересно, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарии, поделитесь со своими знакомыми, кто сейчас кормит или кто в ожидании малыша, потому что цель моя во всем этом проекте сделать ваше материнство проще, легче, донести эту информацию до большего количества женщин, чтобы ваше грудное вскармливание было действительно процессом приятным, процессом счастливого материнства его неотъемлемой частью. Была очень рада сегодня здесь с вами быть, рассказать вам, надеюсь, что-то новое, интересное, важное, пробуйте, наслаждайтесь материнством. Я прямой эфир завершаю, все сохраню, пересматривайте, буду рада вас видеть еще. держу. Продолжение следует...